Всем привет мои дорогие друзья! Вы на канале Фэйншоп полезный и не очень. Сегодня разберем по косточкам один из последних хитов от китайского гиганта. Realme 10 Pro Plus. Это старшая модель из новой 10 линейки. Имеет на борту хорошее железо за весьма приемлемый ценник. И претендует на звание нового топа за свои деньги. Так давайте же разбираться, так ли все на самом деле. Но перед этим прояви активность, поставь лайк, подпишись на канал, если до сих пор еще не подписан, и напиши свое мнение о данном девайсе. Спасибо! Приступаем! Поставляется смартфон в обычной белой коробке. В комплекте сам смартфон, серый чехол, скрепка, шнур USB-C и блок питания на 67 Вт. Дизайн смартфона очень напоминает топовые флагманы 18 и 19 годов. Эффектное закругление стекла, выполненное по технологии водопад, смотрится дорого-богато. Особенно если учесть, что смартфон относится к среднебюджетному сегменту. На правой стороне расположились качель регулировки громкости, кнопка включения и выключения устройства. На нижней решетка динамика, порт для зарядки USB-C, микрофон, лоток под сим-карту. Он у нас обычный, можно разместить две сим-карты без возможности расширения картами памяти. Так что выбирайте конфигурации по памяти заранее. Небольшая зеленая проставочка намекает о защите от влаги и пыли, хотя официально никакой защиты не заявлено. Левая сторона у нас свободная, на верхней грани вынесена решетка второго динамика. Забегая вперед, скажу, что у нас здесь полноценный стерео и микрофон. На лицевой панели расположилось аккуратное отверстие под камеру, решетка разговорного динамика, защитная пленка, кстати, у нас, ребята, наклеена с завода. За это им отдельное спасибо. На тыльной стороне разместились модуль из трех камер, выполненный в виде двух кружков вспышка и ниже небольшая надпись Realme. В целом, дизайн простой, но при этом весьма симпатичный. Без фриковых вставок а-ля OnePlus 10 Pro. Материал корпуса у нас пластик плюс стекло, но пластик довольно практичный. У меня версия черная, выполненная в матовом исполнении. На выбор доступно голубой, или точнее сказать перламутровый, и звездный для любителей блястеть везде и во всем. Смартфон работает под фирменной оболочкой Realme UI 4.0, которая базируется у нас на 13-м андроиде. В целом же, оболочка быстрая, лагов я не обнаружил. На борту у нее огромнейшее количество разных кастомизаций, начиная от формы иконок и заканчивая цветом строчек. Я уже молчу о настройках функции Always On Display. Здесь есть все, чего только душа пожелает. Если вам будет интересен подробный разбор ее до мельчайших деталей, напишите в комментариях, и я запилю это видео. Экран у нас на 6,7 дюймов с разрешением 2412 на 1080 пиксель. Плотность составляет 394 ppi. Матрица Super AMOLED, выполненная по технологии водопад, и она действительно впечатляет. Здесь у нас и высокая частота обновления экрана в 120 Гц, и повышенная частота ШИМа в 2160 Гц, благодаря которой ваши глаза совершенно не будут уставать даже при длительном использовании. Свой люксометр я, к сожалению, где-то посеял, поэтому продемонстрировать результат я, к сожалению, пока не могу. Но по ощущениям глаза просто кайфуют, и неважно на какой яркости использовать смартфон, глаза совершенно не испытывают нагрузки. Ко всему прочему они добавили функцию включения и выключения защиты глаз, благодаря которой изображение уходит в теплые тона. Заявленной яркости 800 нит хватает даже на солнце. Все читабельно и различимо. Минимальная яркость у нас тоже вполне комфортна. Можно выбрать разные цветовые режимы. 100% DCI-P3, так называемый яркий. Режим естественный, это у нас режим sRGB. И режим Pro. В нем можно дополнительно выбрать между великолепным и кинематографичным режимом. Мало того, можно также изменять цветовую температуру. Ну и вишенкой на торте добавили режим HDR Video, который делает картинку более ярче и насыщеннее. Хотел бы акцентировать внимание на фантомных нажатиях. В комментариях очень просили уделить этому внимание. Скажу так, за все время тестов ни одного ложного нажатия я не совершил вообще. В Realme походу очень сильно постараюсь, потому что даже в играх добавили дополнительную функцию, так называемую Touch Optimization. Все тесты, кстати, я проводил без включения этой опции. И все работало великолепно. Мультитач на 10к сани, 30 бит, повышенная контрастность 5 миллионов к одному. Все это говорит нам о том, что экран это самая сильная сторона этого смартфона. За быстродействие отвечает новый 6-нанометровый 8-ядерный процессор от Mediatek. Dementity 1080. Построенный на двух мощных ядрах Cortex-A78, работающих на частоте 2,6 ГГц, и 6 энергоэффективных ядрах Cortex-A55, которые трудятся у нас на частоте 2 ГГц. За графику отвечает 4-ядерный процессор Mali-G68MC4, который работает у нас на частоте 2600 МГц. По памяти. У меня версия на 8,128 ГБ, она же базовая. На выбор доступно 8,12,256 ГБ. Оперативная память у нас типа LPDDR4X, физическая UFS 2.2. Вся эта связка набирает 516 тысяч баллов в Antutu. Много это или мало, решать вам. Я же со своей стороны хочу сказать, что в большинстве игр все будет идти плавно, на высоких и ультра высоких настройках графики. Вот небольшой пример игрового геймплея. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вполне обычная средненькая камера... В общем и целом... Фото-видео возможности... Могли быть и лучше... Но учитывая его цену... Скажу так... Он снимает ровно на ту сумму... Сколько за него просит... Ни больше... Ни меньше... Вот примеры фото-видео... В дневное и ночное время суток... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... так ну что ребят начнем наши уже довольно знакомый момент просто на улице снимать такое себе видео пишем на основной модуль 108-мегапиксельный с чего снимся 60 и как у нас отрабатывает сверх называемых стабильный режим видео виду с одной руки раз проверить и как он отрабатывается социализация давайте проверим фокусировка хотя фокусировка будет моментально с этим у него проблем нет совершенно очень хорошо все быстро работает здесь совсем нет проблем с этим теперь ребят видео пишем 4k здесь уже со стабилизацией я думаю будет похуже давайте проверим фокусировка работает отлично работает напомню ребят это 4k 60fps проверить у нас отрабатывает стабилизация видео с одной руки вполне себе нормально вполне себе достойно давайте попробуем что мы приблизить здесь у нас максимально 10x такая сильная тряска даже можно как-то и снимать не совсем уж каши он и себе неплохо вполне себе неплохо я ожидал намного худшего это у нас видео ребят ведем на сверх ширик 1080 проверить как у нас и стабилизация работает даже на сверх ширик по моему проверим фокус вот все и говорили что этот модуль такой себе мне принципе зашел более чем нормально снимает так это у нас режим про так сказать режим кинофильм да как старших флагманах здесь у нас тоже он присутствует причем вообще никак программно не порезан проверим как у нас работает стабилизация проверим как у нас работает стабилизация фокусировка мы уже заметили что все отлично с ней селфи камера 16 мегапиксельная от sony посмотрите как у нас стабилизация работает вполне себе вполне себе достойно я думаю я ждал намного худшего с учетом того что первые съемки которые проводил при плохой погоде стабилизация там совсем печально смотрелось при нормальном смещении освещение довольно таки неплохо все . записи с размытием фона размытие фона можем регулировать от того что вообще ничего не видно будет до более-менее приемлемого сейчас ребят максимальные разного задних фон видим практически ничего не видно в огонном режиме походить смотреть как у нас все работает вообще в целом неплохие фото видео возможности после первого конечно теста я ожидал намного худшего меня даже когда это все дело расстроило хотел побыстрее за тысяч нормальном освещении да днем в принципе тоже себе неплохо показывать все-таки к сожалению сожалению при плохом освещении ему тяжеловато вывозить и хорошим все отлично работает его сладкий ценник довольно таки довольно таки хорошие предложения можно сказать на все свои деньги до последней копеечки честно так как работает перед вот числе 108 мегапикселя никаких 200 ничего но я снимаю честно читаю это правильно честно честный под видео возможности напишите что вы думаете возможности всем привет ребят решил заснять ночное видео ночной тест нашего релами про плюс видео пишем 1080 80-30 кадров секунды сэлфи камера 16 мегапикселей от sony у нас отрабатывает подрядки вижу что не особо стабилизация конечно работает ролик я не обнаружил все работает четко здесь ну хотя может быть на видео и будет пока что я не вижу так это у нас тест основной камеры на 108 мегапикселей можете заценить как пишет микрофон и дрочим и иду очень быстрым шагом сверх стабильный режим давайте проверим как отрабатывает наша наша фокусировка днем он очень хорошо себя показал вкусом у этого сенсора все в порядке напомню здесь у нас сенсор от samsung еще разочек прекрасно работает лично отлично а теперь пробежимся немножечко тест веду с одной руки как у нас работает стабилизация видео пишется 1080 60 кадров в секунду а теперь тест все того же основного нового модуля на 108 мегапикселей но только 4к 60 вес да он может это делать без проблем давайте проверим как у нас работает фокусировка . по тряски вижу конечно что стабилизация не отрабатывается все фокусировка работает еще с фокусом у него все в порядке с фокусом у него все в порядке даже при 4к как раз можете заценить как у нас отрабатывают микрофон и хотя по микрофону могу сказать что все отлично видео пишется качественно стерео здесь есть все замечательно два микрофона снизу сверху так пишет главную зуб хорошо немножечко побалуемся в таком режиме двухоконном здесь можно наблюдать и себя на селфи камеру 16 мегапиксельную от sony ну и соответственно основную камеру квадратик этот можно двигать куда угодно также можно и в кружке себя вынести и двигать его по разным областям смартфона здесь все хорошо но видите вот такую желейность небольшую это у нас как раз отрабатывает электронная стабилизация если бы у нас здесь была фактическая стабилизация такого у нас не было все было бы замечательно а так имеем то что имеем пока снимает в полной темноте нет вообще источник подсвечивается вся зона смартфона с тем самым освещаемом лицу делая более яркую картинку принципе стандартная функция иду быстро соответственно видим как у нас отрабатывает стабилизация видео пишется 1080p 30 кадров в секунду давайте пробегусь посмотрим как она у нас работает видео пишу с одной руки отрезки вижу что конечно не особо так ну что ребят наконец у нас более-менее солнышко появилось ну как так сказать конечно все равно тоже не идеальная прогода для съемки в любом случае лучше чем пасмурная погода за кругом говорит конечно тестируем основную камеру а помню на 108 мегапикселей от самсу со светосилой 1.75 сейчас 1080 60 кадров в секунду с включенной стабилизации это очень быстро видите как у нас отрабатывает стабилизация да посмотрим давайте я немножечко пробегусь чтоб вам было ясно знали морозно морозно главное никакой микрофон не закрыть я думаю нормально должна отрабатывать сейчас как раз выйдем на солнечную сторону посмотрите ближе к дереву каком мы подойдем я думаю работа должна отработать вот здесь прям напротив солнца сложная сцена ребят давайте проверим как у нас отрабатывает фокусировка 60 кадров в секунду с включенной стабилизации видео пишется 4к 60 кадров в секунду видите по стабилизации что стабилизация конечно не отрабатывает отзвало совсем давайте проверим как у нас приближение работает на том кране приближение 10x максимальная ну как то так как то так стабилизация видим что 4к отсутствует совершенно проблем у него сфокусировка нет при 4к важно full hd вообще совершенно фокусировка очень быстро работает немножечко сэлфи камеры видео пишем 1080 30 кадров в секунду визуации вроде якобы заявлено но по отработке или что она не очень работает кстати очень сложная сцена поэтому не без сути как то так давайте пробегусь немножечко стабилизация работает такой себе конечно что касается программного функционала то здесь его не стали как-то урезать все привычные плюшки на месте и возможность снимать 4к 60 fps и режим про на 108 мегапикселей с получением более увесистых фото на выходе с большим разрешением режим фильмы так называемый кинематографичный замедленная съемка может снимать видео до 960 fps правда всего 20 секунд двухоконный режим режим фото для удостоверения режим сканирования текста астрономический режим с его помощь можно фотографировать ночное небо правда фото делается 4 минуты и при этом телефон уже держать неподвижно также доступен режим tilt shift здесь можно делать фото разной степени размытости и фокусировки это довольно интересная функция которую в двух словах и не объяснить если хотите чтобы я более подробно разобрал этот режим пишите в комментариях и я заморочусь и сниму видео с более подробным разбором этой фич групповой портрет и сканирование бренна помощью этого режима можно переводить текст онлайн сканировать разные виды кодов искать объекты в интернете ну и совершать покупки также по фото в общем и целом разгуляться есть смартфон получил полноценная стерео с двумя линейными двойными динамиками так заявляет производитель и этому я верю потому что запас громкости здесь даже избыточен орет очень даже прилично поддерживает сертификацию high-res audio звук наушников хороший поддержка кодеков и и си и и си плюс ap tx ap tx hd также можно улучшить звук с помощью фирменной технологии real hd sound есть предустановленные режимы умные фильмы игра также есть возможность настроить эквалайзер от себя за это им спасибо хотел бы еще уделить внимание приятному вибромоторчик он здесь работает по фирменной технологии оу апрекс эта технология имитирует происходящее на экране передавая тактильное восприятие предметов в виде сенсорного отклика можно также регулировать этот самый уровень да и в целом очень приятная ненавязчивая вибрация по коммуникациям вай фай 6 версия bluetooth 5.2 по спутникам gps глонасс байду галилео ловит все отлично с точностью до двух метров по бэндам 3 7 поддерживается 20 нет 4g ловит хорошо поддержка вилл т.е 5g на борту хотя это особо не про нас связь отличная есть возможность записывать собеседника без уведомления как ни странно никаких проблем со связи уведомлениями я не испытал от слова совсем все приложения работают корректно из коробки хотя были комментарии что у некоторых людей проблем специально для них показываю что нужно сделать чтобы все работал нужно просто выключить оптимизированный режим ожидания и все под датчиком датчик приближения света акселерометр компас гироскоп и датчик магнитного поля на борту nfc модуль у нас работает из коробки подвязывайте свою карту и пользуйтесь без танцев с бубном аккумулятор у нас на 5000 миллиампер час с поддержкой быстрой зарядки на 80 ватт китайской версии блок питания идет на 67 ватт скорее всего на глобальный рынок будет поставляться с блочком на 80 ватт ну и его хватает с избытком за 15 минут он способен зарядить смартфон на 39 процентов за полчаса на 70 процентов и полная зарядка с 0 до 100 процентов займет у вас 49 минут при проигрывании youtube на 100 процентов яркости смартфон разряжается за 15 минут на 2 процента за 30 минут на 4 процента и за 1 час на 8 процентов заряда аккумуляторы тест я проводил при 120 герцах в игре геншин импакт на максимальных настройках графики при 100 процентов яркости смартфон разряжается за 15 на 5 процентов за 30 минут на 11 процентов и за 1 час на 21 процент тест проводил при 120 герцах в режиме максимальной производительности подводя итоги скажу что это потенциальный хит продаж хотя вначале я был скептично настроен по поводу него главный вопрос будет заключаться в цене какой ценник установит на глобальную версию практически со всех сторон смартфон выглядит крепким топом подчеркиваю при его нынешней цене здесь вам и стильный дизайн с эффектным экраном водопадом и довольно хорошая камера снимающая на все свои деньги не подвела и быстрая зарядка с довольно производительным процессором в общем все что нужно на месте смартфоном я более чем доволен это заявка на лучший смартфон конца 22 года пишите что вы думаете о новом реалме 10 про плюс подписывайтесь на канал ставьте лайки я очень старался хочу поздравить всех с наступающим новым годом и рождеством желать здоровья любви и мирного неба над головой всех обнял увидимся двадцать третьем году